А теперь моя любимая рубрика «Съемочная площадка». Смотрите, сейчас времени 12.15. Это значит, что у нас где-то 6,5 часов. Ксения Собчак и Валерия Гай-Германика бок о бок в одном фильме, в одном кадре. В артхаусном кино о конце света. Удивительное сочетание. Ничего странного, говорит режиссер. Профессиональные актеры здесь не нужны. Хотя, например, Евгений Цыганов и играет одну из ролей. Нужны характеры. Играть не надо. Надо делать то, что комфортно. Только так и можно раскрыть поставленную тему. Поэтому Собчак в кадре матерый и уставший от жизни продюсер. А Валерия Гай-Германика – дама с собачкой. Тоже, в общем, ничего играть не надо. У нас у Германики есть чудесная фраза. Это пи***ца, не апокалипсис. Она как бы такая коронная, в принципе. Это фильм про конец света. В том смысле, что не про катастрофу, не про катаклизм какой-то, а про конец света внутри человека. Действие всего фильма происходит в недостроенном доме где-то посреди заливных лугов элитного района ближайшего Подмосковья. Среди такой буколики Валерия и Гай-Германики находиться сложно. Особенно в непривычной для нее шкуре актера. Ну вот нудно, ты сидишь, ждешь, пока они там со своим озарением справятся, пока они не поставят кадр, пока не сообразят, что им надо, что не надо. И все сидишь тут в этой деревне захолустной, с книжкой в руках, жаришься на солнце, и некому тебе руку подать, поговорить несколько, понимаете? Давай я тебя поцелую, ты превратишься в принца и женишься на меня. Что ты не превратился-то в мой принца? Валерия, конечно, лукавит. В ожидании конца света она приобрела здесь настоящую подругу, которая понимает ее с полуслова, пусть даже и матерного. Очень она мне нравится, вы знаете, я прямо вот это абсолютно человек, я его настолько понимаю, и мне невероятно нравится, что ее не понимают так же, как в чем-то не понимают меня. То есть она очень жестко шутит над людьми. То есть она нашему режиссеру Маше Саакян, такая армянка, постоянно говорит, вот эта волосатая, усатая женщина. Там Маша там что-то неправда, там эта девочка, она красивая. Да, Маша, видимо, такая же красивая, как и ты. Ну, то есть она шутит невероятно, но этот юмор далеко не все понимают. Королева наша. Слышишь, я королева ночи, а ты, господин, никто. У известного фрика, точнее фрик-модели Данилы Полякова, свое видение кинематографа. И хотя это его актерский дебют, но суть артхаусного кинематографа он, кажется, ухватил слету. Мне вообще не тяжело, но я понял, что кино – это абсолютно, это свет в говне, сверхидея, апофеоз. Никто никогда, а фильм есть, и я его снимаю. Я представляю, это еще артхаус, это еще как-то люди друг друга слышат и пытаются как-то вместе это все сделать. Я точно решил, что я не буду сниматься у мужчины, а потому что я думаю, что я просто иду с площадки, потому что я мужчин не уважаю. Вообще не уважаю мужчин. А потому что я режиссер-неудачник, и я супер-женщина. Эта супер-женщина играет молодого режиссера авторского кино. Так что об этом самом кино Данила рассуждает не только у нас в интервью, но и в самой картине. И по замыслу сценариста и режиссера, все это должно быть большим стебом над артхаусом. Стебом в ожидании конца света. Хотя у тех, кто побывал на съемочной площадке, остается устойчивое ощущение, что апокалипсис уже наступил. На отдельно взятой территории недалеко от Москвы.